Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Артём Липин. И сегодня у нас в гостях руководитель благотворительного фонда «Заедут ЛВ» Рута Димонт. Здравствуйте! Добрый день! Ну, сейчас такое время, предрождественское, декабрьское. Скажите, есть ли какие-то итоги года, которые уже можно немного подвести? Насколько «Заедут ЛВ» в этом году больше стали жертвовать, может быть, меньше? Ещё какие-то итоги? Если сравнить с прошлым годом, то пожертвование приблизительно такого же объёма. И те проблемы, которые решают наши люди через благотворительные организации, они могут, если такой топ создать, тогда на первом месте это, конечно, здоровье. Всё, что связано с лечением, особенно с медикаментами, очень дорогостоящими операциям, то, что не оплачивается государством, но сами люди не могут это оплатить. Это проблема номер один. Я думаю, в этом году мы уже помогли где-то на 600 тысяч евро людям оплатить эти услуги. Это очень много. А запрос на помощь перевешает 1 миллион евро. Именно на здоровье. Это самое острое. А есть ли какая-то связь между тем, насколько это нужно людям и сколько жертвуют? То есть, есть пример то же самое, больше всего просят на здоровье, больше всего жертвуют на здоровье? Именно так и есть, потому что мы каждый в своей семье сталкивались с этой проблемой. Если люди бы не верили, что это естественная проблема, что лечение дорогостоящее, я думаю, люди бы не жертвовали. Так что, да, это именно так. Мы получаем самый большой объём пожертвований. Пожертвование идёт именно на помощь приобретения лекарства и оплаты рехабилитации, операции и такие проблемы. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Это телефон на прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Также можете писать нам на WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. Ну, я вот, понятно, самая большая проблема – это, конечно, здоровье. И на что ещё хотелось бы узнать, какие ещё темы волнуют? Я посмотрел немножко по сайту очень много про животных. Да, если делать такой топ, тогда на втором месте – это помощь животным, которые остались без дома, правильно, да, бездомными. Там у нас шесть проектов, которые собирают деньги по всей Латвии, чтобы покормить и приютить этих кошек и собак, которые остались без хозяин. Ну, это тоже такая, ну, довольно, я бы сказала, очень большая аудитория, которые люди, которые жертвуют именно бездомным животным. Они как-то очень, очень такая, ну, мощная копия, как это… Общество. Общество, да. Вот они всегда, если новый проект в портале животных, тогда я знаю, что на следующий день там будет уже несколько сотен евро пожертвования. А вы знаете, вы можете проследить, что это примерно одни и те же люди, или вы такую статистику не собираете? В принципе, да, те люди, которые жертвуют людям, не жертвуют, не жертвуют, как правило, да. Ну, есть исключения, но, в принципе, те, которые помогают животным, реже помогают людям. И наоборот, да. Ну, потому что, я думаю, это психология человека. Мы каждый, как бы, оцениваем ситуацию возле себя, да, и видим, кто больше нуждается. Есть люди, которые помогают природе, и есть такие, которые другими людьми. Ну, это естественно. Я хочу сказать, что одно и другое не исключает, и это неправильно и не неправильно, да, потому что жертвовать – это не обязанность, это привилегия. Если я хочу кому-то помочь, я могу это сделать. Потому что многие мне спрашивают, ну, вот во время Рождества мы все такие добрые, делаем пожертвования, и как-то это не лицемерно, да, что только в Рождество. Ну, мой ответ – нет, это очень хорошо, что мы, ну, во время Рождества, да, вспоминаем других, потому что нормально, каждому надо сначала обеспечить свою семью, да, чтобы моя семья не шла к благотворительным организациям и не просила бы помощь, да. И когда мы это сделали, тогда мы можем, да, кому-то еще помочь. И люди Латвии довольно отзывчивые. А у вас есть такая возможность сравнить вообще, насколько Латвия с соседями, вот хотя бы Литва, Эстония, есть ли какое-то сравнение? Ну, есть такой международный индекс пожертвований, это делается в Великобритании, да. Ну, Латвия, там среди 123 государства, там, в этом рейтинге, мы где-то на 70-м месте, да, это где-то половина, да. Ну, что интересно, что в Латвии, как бы если в других странах больше помогать друг другу, например, сосед соседу напрямую, да, вот волонтерная работа, то в Латвии лучше мы делаем пожертвования деньгами. Это, наверное, как бы более анонимно, и я бы сказала, это легче. Ну да, то есть тебе не надо самому как бы вкладывать в свое время ресурсы, ты просто даешь деньги, а там уже пусть кто-то об этом позаботится. А есть ли такая, появилась ли у нас, не знаю, в обществе такая особенность, как постоянную, ну, как привычка жертвовать, то есть, например, поставить себе автоматическую оплату раз в месяц? Да, в портале Z.LV есть такая возможность, и довольно много людей это использует. Например, у нас есть такой проект «Рехабилитационный центр Бога», который тоже благотворительный центр для детей, и больше чем 100 людей, да? 100 людям. Да. Нет, сделали такое… Более чем 100 людей уже… Да. Сделали такое ежемесяцное пожертвование. И это очень разные суммы. Есть кто сделал 1 евро в месяц, есть такие, которые 10 евро в месяц жертвуют, ну, постоянно. Есть такие люди, которые делают, например, 50 или 100 евро в месяц ежемесяц. Это, как бы, ну, каждый от своего… от своих возможностей. Потому что нет ни больших, ни маленьких пожертвований, есть то, что люди могут позволить. И у меня есть такое очень… ну, вот мне нравится такой… Солейд, знаем. Сравнение. Да, сравнение. Если у вас в кошельке есть 10 евро, и вы 1 евро дадите благотворительности, вы не станете беднее. Правильно? 1 евро, если 10 или 9, это уже не меняет, а, как бы, дело сути. Ну, вот, но если каждый из нас сделает это пожертвование в размере евро, да, мы можем сделать очень большие дела. Ну, да, с миру по нитке такое выражение. Есть, конечно, еще такой вопрос, который волнует всех, когда это дело касается благотворительных организаций. Это понятно, можно ли посмотреть, как уходят деньги, насколько вообще вот это все прозрачно. Есть ли такая функция вот здесь, то вы, посмотреть, куда ушли мои деньги, как проходит процесс, не знаю, какой это может быть. Может быть, вы возвращаетесь к тем, кому вы помогли, вы там через год делаете какой-то рассказ о них, что изменилось в их жизни, как именно вы помогли. Да, если делать пожертвование через портал zedo.lv, тогда можно, во-первых, увидеть, какую сумму нужно собрать и как она собирается, да, и, например, если надо 300 тысяч евро, тогда каждый день тот, которому мы собираем, может войти в портал и смотреть, сколько уже собрано. И когда сумма собрана, мы начинаем помогать конкретному человеку, и мы никогда не даем деньги, да, и не перечисляем деньги на конку, например, ребенка, но мы оплачиваем те услуги, которые конкретный человек нуждается. А почему так? Потому что это надежные, это не мои деньги, это деньги пожертвователей, и мы, если кому-то, кто-то нуждается, например, в дорогостоящих лекарствах, да, например, там 7 тысяч евро на ампула, мы никогда эти деньги не даем больному человеку, мы договариваемся с аптекой, где он покупает, что мы пересылаем деньги, оплачиваем счет, а этот уже человек идет в аптеку и получает напрямую лекарства. Это как бы гарантирует, что тот, кто просит помощи, да, эту помощь использует в этих же целях, это во-первых. А во-вторых, мы в письменном виде ставим в портале отчет, что мы сделали, да, например, накладная такая-такая, сумма такая, оплаченная, например, 3 февраля. Ну и тогда пожертвователь может проследить, как это пожертвование использовано. Это одно. Другое, что вот каждый, который делает пожертвование, имеет право прийти к нам и посмотреть данные бухгалтерии, как его пожертвование использовано. Вы имеете в виду физически прямо прийти? Да, физически это право пожертвователя, это как бы, ну, и статьи, это, ну, нормы, они не вписаны в законы, но это вот такая, ну. Ну, у вас есть такая практика. Да, есть такая практика. Бывает, что люди это используют, но очень редко. То есть, в целом вам доверяют? Да, ну, мы работаем уже 16 лет, и наша, ну, как бы, самая хорошая реклама или самое хорошее, вот такое, что нам доверяют, это те люди, кому мы помогли. Они вот рассказывают, что действительно они получили помощь, и, ну, это нельзя никак обмануть, да. Ну, конечно, не все благотворительные фонды одинаковые, и мы понимаем это, и я с радостью всегда рассказываю, как мы работаем, потому что люди, ну, не знают, они не обязаны знать, как мы работаем. Ну, например, если жертвовать через ZEDO.LV, мы не берем никакие проценты посредничества, да, если вы пожертвовали 5 евро, то ваши 5 евро пошли на эту цель. Ну, конечно, нам есть расходы, вот это второй вопрос, да, как мы живем, да, у нас есть бюро, и у нас есть бухгалтер, и я, и социальный работник. Эти расходы мы оплачиваем из других ресурсов, например, вот фонда Бориса Инара Теттерова нам помогает, чтобы покрыть, например, зарплаты и расходы за благотворительный телефон. Ну, таким образом мы работаем, что целевое пожертвование 100% идет на цель, а на наши нужды организациям, чтобы мы могли встретиться с людьми, проверить документы, делать перечисления, это уже другие, тоже целевая помощь нам, как организации. А вот вы упомянули, что есть несколько у нас, даже в нашей вроде небольшой Латвии, но есть несколько благотворительных фондов, вот и у нас там на радиоболтком есть зеленая лампа, вот ZEDO.LV. Как вам кажется, это хорошо, когда есть несколько способов жертвовать, или наоборот было бы удобнее, чтобы был бы один единый такой благотворительный фонд, и все знали, куда идти, если хочется пожертвовать, чтобы глаза, условно говоря, не разбегались? Ну, я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть не только один, не только два, но десятки фондов, потому что мы в Риге, кто-то в Елгаве работает, мы можем, например, зеленая лампа, очень хорошо с русскоязычными жертвователями работаем, да, мой русский язык не такой хороший, чтобы рассказать, но я думаю, что это очень хорошо. И еще, что мы сотрудничаем, да, мы знаем, что вот, например, что мы можем позвонить в ваше радио в зеленой лампе, сказать, вот такой случай очень быстро надо помочь, и мы не можем, мы видим, что у нас очень много заявок, да, и мы можем кооперироваться, да, что я думаю, что такой конкуренции в благотворительности нету. Ну, да. Ну, мы у нас, ну, вот надо отметить, что у нас есть такой, ну, закон, или как это назвать, что если человек пошел к одной благотворительной организации просить о помощи, он, ну, не имеет права идти в то же время с тем же запросом и с целью в другой благотворительной организации, чтобы не было, ну, что надо тысячу евро, а в каждой организации он собирает по тысяче евро, это мы как бы тоже координируем. Но ведь получается, что люди, когда выбирают, в какой благотворительный фонд обратиться, ну, понятно, что они первым делом заедут, это самый известный, самый большой фонд, и, то есть, мой, наверное, вопрос заключается в том, что вот остальные благотворительные фонды, они получаются такие немножко местечковые, это разве не так? Ну, не так, потому что кто-то знает лучше работников другого фонда, да, ну, там довольно, я не знаю, как люди выбирают, да, это очень интересно. Мы спрашиваем, да, почему вы пришли именно к нам, и самое, что мы чаще всего получаем ответ, что я знаю кого-то, кому вы помогли, и он мне советовал. Вот так, как бы вот такой… Ну, да, круговорот. Да, 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 ну, мы не можем, например, мы не помогаем, ну, не во всех, не в всех случаях, да, например, после пожара, да, тогда мы советуем идти в другой организации, потому что мы такая социальная помощь, и нам, ну, у нас, мы не можем помочь, например, там, собирать на постройку нового дома. Мы знаем, что это не наше, мы это не умеем, и так. Тогда мы советуем человеку обратиться в другую организацию. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, номер WhatsApp'а 230-6191. Звоните, задавайте свой вопрос. У нас сегодня в гостях руководитель благотворительного фонда «Заедут ЛВ» Рута Димонта. А как раз у меня тоже был вопрос относительно того, вот вы говорите, там, звоните в другие фонды, когда нужно скооперироваться, или если я захожу на «Заедут ЛВ», там есть вот сверху плашка с каким-то вот одним случаем, на который сейчас наиболее активно собираются деньги. А по какому принципу выбирается вот тот случай, который наиболее, как бы, больше рекламируется, скажем так? Ну, там два принципа. Впервые, в принципе, по очереди, да, как поступила заявка к нам, да, так мы поставляем на портале «Заедут ЛВ» этот рассказ. А второе, если мы видим, что, например, надо купить лекарства на следующей неделе, и деньги не собраны, да, тогда мы, может быть, как-то там, ну, даём людям знать, что надо помогать именно этому проекту. Ну, в принципе, да, это очень, собирается одному, он уходит с портала, и следующий, да, ну, мы, так, если бы всех заявок поставить в одно и то же время, тогда было более чем 100 проектов. Ну, конечно, пожертвователи, они растеряются, да, сейчас уже более чем 35, по-моему, или 6 просьб о помощи в портале «Заедут ЛВ», это довольно много, да, если вы, как пожертвователь, входите в портал и хотите помочь, очень трудно выбрать, да, и тогда я всегда говорю, ну, надо сначала определиться, кому хотите, детям, взрослым, животным, да, и тогда уже посмотреть, как бы, немножко шаурак, немножко ужин. Уже, да. А есть какая-то, вот, нулевозраст, есть какая-то разница между тем, помогают чаще детям или взрослым, или старикам? Ну, дети, конечно, всегда пользуются более таким, ну, большим отзывчивым, да, вниманием, потому что мы каждый тоже были детьми когда-то, да, и у нас есть дети, мы знаем, как это трудно, когда ребенок болен. Ну, я могу сказать, что тоже пожилые люди, старики и взрослые там нету. Очень важно, что если человек, который просит о помощи, эту информацию распространяет между своими друзьями, родственниками, и они передают дальше, вот, например, ссылку на наш портал, это, ну, как бы, высшая доверенность, да. Ну, больше людей приходят по таким ссылкам, чем просто на сайт. Да, потому что, да, если только заедут, это рассылают, ну, это более анонимно. Но если кто-то, например, мне присылает имейл какой-то, мой сосед, да, и он говорит, что, ну, пишет, что я знаю этого, человеку и нужно помочь, да, тогда это уже, как бы, лучше. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся и продолжим наш разговор с главой ЗАИДО ТЛВ Рутой Димонтой. Не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Это разворот на радио Болтком. Меня зовут Артем Либин, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в гостях руководители благотворительного фонда ЗАИДО ТЛВ Рута Димонта. Это на телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, номер ватсапа 2300-6191. Звоните, пишите, задавайте свой вопрос или, может быть, рассказывайте истории, связанные с ЗАИДО ТЛВ. Я хотел спросить о том, вы уже немножко поговорили сейчас в перерыве как раз об этом, ЗАИДО ТЛВ, кроме вот просто, не знаю, там, сайта и распространения вот этих постов, есть ли у вас какие-то, как часто вы делаете какие-то мероприятия, которые немножко другим путем интегрируют пользователей на то, чтобы они жертвовали деньги? Ну, да, у нас есть разные благотворительные ярмарки или благотворительные концерты. Кстати, 23 декабря будет такой благотворительный концерт в Латвийском университете. Это хор «Кантамус», который уже 10 лет делает благотворительные концерты, и всё, что поступает за билеты, идёт на лечение какого-то ребёнка. Ну, такие мы тоже делаем, например, две недели назад был специальный концерт для пациентов, которые болеют меланомой, большой гильдии, тоже очень красивый концерт был, чтобы те люди, которые хотят сделать пожертвования и хотят что-то красивое послушать, увидеть, могут, например, пойти на такой концерт. И, кстати, сегодня, например, у нас для тяжело больных детей возъедут в специальная мастерская, где они пекут пиперкукосы. Ну, пиперкукосы есть, да. Есть пиперкукосы, да. Там мы не собираем пожертвования, но такая хорошая. Ну, чтобы дети, которые болеют, они вот, это у них как работа идти на лечение и на рехабилитацию. Это довольно трудная работа, да, каждый день, например, там, 3 часа делать какие-то упражнения. И им надо что-то тоже такое, ну, приятное. И, например, сегодня вот такая мастерская пиперкукоса. То есть это такая, можно сказать, социальная благотворительность. Да, и интеграция, чтобы они могли быть, ну, тоже, если ребёнок в коляске, да, инвалидная, да, у него очень трудно пойти на такие, ну, вот праздничные ёлки, да, например, где там конгресс у нас или где, ну, не знаю где, потому что, как обычно, это для здоровых детей, да, те, которые здоровые. А те, которые больны, они, во-первых, отличаются, да, они, может, у них поведение другое, да, может, агрессивное, может быть, или они в коляске и не могут идти, там, вместе с Дедом Морозом что-то делать. И тогда надо вот делать такие специальные, да, для них мероприятия и пригласить тоже здоровых детей, чтобы они, ну, могли, ну, вместе это делать. Ну, очень важна какая-то среда, ну, вот физически, да, чтобы там не было ступенек и так далее. Ну, как обычно, если мы делаем какой-то концерт, и что мы об этом, ну, не задумываемся, да, это не назло, но это просто так, что и там вот этим детям очень трудно попасть. Ну, тогда мы делаем специальные такие. А если какая-то, ну, проводит ли какая-то работа с детьми, которые, вот, может быть, если это особенно там какого-то маленького возраста, они никогда раньше не видели, там, детей в колясках или, ну, не особо тоже задумывались об этом. Вы как-то предварительно с этим работаете, чтобы не возникало вот каких-то неловких ситуаций? Ну, нет, знаете, с детьми, когда с ними нету никогда проблем. Проблемы с нами взрослыми, да, когда вот родители здоровых детей не хотят, чтобы они шли в одну школу и в один садик, потому что вот больной, может, мечает, да, он очень громкий и так далее. Но дети, как правило, всегда, они очень дружелюбные, и они уже, ну, пока до семи или до десяти лет, они не сравнивают, да, какой я там, красивый или некрасивый, да. Но вот очень тяжело для вот этих детей-инвалидов, когда они достигают возраста пуберта. Да, пуберта, а тогда они вот себя как бы, ну, смотрят в зеркало, да, и понимают, что, может, у них никогда не будет семья или не будет любимого человека. Это очень-очень трудно, да. И тогда вот что мы делаем, следует ЛВС вместе с Центром ПОГа, мы оплачиваем психотерапевт таким подросткам, да, чтобы они могли найти место в жизни. Потому что, ну, конечно, каждый подросток, да, недоволен своим… Ну, это часть взросления, да. Но вот эти дети, они вот, или подростки, которые, например, сидят в инвалидной коляске, они вот осознают, что, ну, ничего не будет меняться. И это очень трагично для этих детей и, конечно, их родителям тоже. Ну, то есть, получается, что психотерапевт, это, скорее, даже ваша инициатива начать сбор денег на этот… Да, мы видим, что это проблема, и мы как бы делаем это не только по запросу, но и превентивно. Например, у нас уже 11 лет есть такая благотворительная программа, которую мы сами создали. Это «Милая няня». Это мы в семье, где растёт ребёнок специальными нуждами, ну, например, он не ходит, да, у него уже 10 лет, он только лежит в своей кроватьке, и мы один день в неделю посылаем в эту семью оплаченную няню, чтобы она ухаживала за этим больным ребёнком, а родители могли бы, например, сходить в магазин или сходить на рождественскую ёлку здоровым ребёнком, да, потому что если ребёнок, ну, вот здоровый ребёнок уже 7-8 лет, он уже может один остаться дома, в 10 он может сам куда-то пойти, да, а такие дети, например, тяжело больные, у них нельзя оставить ни на минуту, да, и тогда это для семьи очень, ну, очень трудно. И надо вот такой помощь, да, специальная няня, ассистент, да, который обучен, идёт 8 часов в неделю, и тогда вот тот, ну, мама или папа, кто сидит дома с этим больным ребёнком, может выйти из дома, это очень важно, да. Это довольно такая, ну, большая программа, там более 50 семей, которым мы помогаем, да, и, ну, мы видим, что эта программа очень нужна. Конечно, мы надеемся, что со временем это будет включено в, ну, государственную программу, что или самоуправление, или Министерство благосостояния, ну, будущее будет оплатить такую услугу, потому что это, я думаю, очень, ну, нормальная услуга, эти дети не ходят в детский садик, да, они живут дома или не входят в школу, да, они тоже нуждаются в помощи, ну, государству, да. Говоря о помощи государству, я не могу не спросить вас об этом, на прошлой неделе вы в эфире программы «Прайсос Клубс» на телеканале Рига ТВ-24 сказали, что, вот я цитирую, я знаю, что господин Керри заключил с согласием договор, и у меня нет доверия, ну, просто господину Керри Со, и где этот профсоюз медиков был в предыдущие годы и так далее, у меня, вот вы знаете, это, какой у вас источник, потому что… Я написала, я читала, это было 2 Сосауку назад, ну, перед… 2 Сосауку назад, 11-й Сейн получается. Да, и все равно, с кем он заключается, с какой партией, ну, если правосоюз заключает договор с какой-то политической партией, все равно, там, согласие, национальное общество, это неправильно. Мы должны, как общественные организации, быть независимы от политики, чтобы нам верили. Потому что ко мне, как благоцелительной организацией, тоже было время, когда приходили политические партии и хотели, ну, как бы сделать перед выборами какой-то, ну, там, договор, да, чтобы лучше смотреться. Это неправильно. А что именно хотели, чтобы вы их как-то рекламировали через… Да, но что у нас есть договор, я не знаю, потому что от того нет никакого смысла заключить какой-то договор, что мы будем сотрудничать. Нет. Это очень надо разделить. И это, я вот, например, для общественных организаций, это репутация, это, ну, как бы единственное, что у нас есть. Это, этим надо очень бережить. Если вы заключили договор с одной политической партией, это уже не нейтрально. И потому вот мне не хочется, чтобы медики были использованы. Да, вот это, это все равно какая… Ну, да, но просто вопрос, если вы еще говорите, что это было несколько созывов назад, то сейчас же позиция… Ну, они же, ну, мы знаем, что в САС-КНС был договор с партией Путина тоже, но они это расторгли, это мы знаем. А вот профсоюз медиков, не знаю, пусть они тогда… Тем более, что… Ну, хорошо, ладно, это такой… Не то, о чем я совсем хотел с вами говорить, просто… Ну, все равно, да, я так сказала, да. Такой и такой момент. Я правильно понимаю, что если, например, вы решите уйти в политику в какой-то момент, то вы уйдете с поста руководителя заедут ОЛГ, чтобы не было конфликт интересов? Ну, конечно. Конечно, ну, я думаю, что не пойду в политику. Нет у вас такого желания? Нет. Мне кажется, что там надо делать очень большие компромиссы. И первое, что компромиссы со собой, да, своими, и я не готова. Потому что, ну, там ты не один, если в своей организации, мы довольно маленький коллектив, мы можем, мы все как, ну, думая, у нас ценности одни. А политика никогда не будет, что вот одна партия будет 50 с чем-то процентов и будет составить… Ну, вы упомянули одну партию соседней нам страны, которая… Ну, да, ну, там другие проблемы, конечно. Но в демократии это никогда не… ну, что одна партия, да, и тогда, если много партий, это всегда компромисс. И компромисс, это, ну, конечно, в политике это нормально, но вот для меня очень трудно сделать компромисс, если, вот, например, на этой медики, да, до, в начале созыва, вот это Сайм сделал, что… Пообещали повышение зарплата. Пообещали, потом, когда они попали в правительство и поняли, что денег нет, они забыли. Ну, это вот, мне это как-то не идет в голове. Я бы очень плохо себя чувствовала, это компромисс с собой. Я так, ну, не смогла бы. И потому я и не иду в политику. 6-7-2-1-9-3-9, 6-7-2-1-3-9, телефон напрямого эфира, номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. У нас в гостях глава благотворительного фонда ЗЕДО ТЛВ Рута Димонта. Я еще хотел спросить такой, задать такой вопрос. Возвращаясь немного назад, вы говорили, что деньги не отдаете, вы покупаете какую-то услугу или там какие-то предметы, если деньги собраны не до конца. И, скажем, это не лекарство, которое можно просто купить меньше, а это какая-то фунт, там, операция, например. Как вы в таком случае поступаете? Ну, во-первых, мы собираем до того, как собрана сумма. Ну, если есть какие-то временные рамки. Ну, если уже операция невозможна, ну, например, человек умер. Да, бывает такое, редко, но бывает. Тогда есть два пути. Во-первых, мы поставим ссылку в ЗЕДО ТЛВ при проекте, что пожертвователи могут получить обратно в течение месяца свои деньги. И если никто не, например, не… Не отзовется. Да, тогда мы эти деньги даем исследующему человеку, который спрашивает такую же, ну, и очень похожая просьба. Ну, то есть это я должен, условно говоря, сам следить, что вот этот проект, он не реализовался, и я сам написать. Да, потому что мы не видим, кто звонит, да, если… Ну, кто звонит или кто… Мы у нас есть в конте, ваше имя, фамилия, но мы никак не можем с вами связаться. Но это очень редкие случаи. Нет, я скорее имею в виду другое, не то, что если там человек умер или еще… Нет, пожертвователь, да, мы видим, если вы пожертвователь, мы видим ваше имя и фамилию, но мы не можем никак через банковский счет вам позвонить и сказать, вот, что этот проект, например, человек, которому вы делали пожертвование, умер, и вы можете свои деньги… Я больше, скорее, имел в виду, например, такую ситуацию, что операция должна состояться, чтобы быть успешной, условно говоря, в марте, ну, предположим, вот, мне нужно там 10 тысяч евро. Вы собрали до вот марта, там, неделя остается операция, 8 тысяч евро, понятно, что до 10 вы уже не успеете, а даете ли вы тогда вот хотя бы эти 8 тысяч уже именно людям, и такие, может быть, они 2 тысячи в кредит возьмут или найдут где-то? Да, мы можем частично оплатить эту операцию, и так бывает, что люди приходят, например, говорят, у нас операция на 10 тысяч, у нас у семьи есть 2 тысячи, помогите, ну, на 8 тысяч, это да, так можно. И бывает, что операция немножко откладывается, пока собирается вся сумма. Или вот если кто-то до этого, например, к несчастью, умер и оставил немножко в проекте остаток, не купил все лекарства, тогда мы вот этому человеку, которому не хватает 200 тысяч, да, собираем с других, ну, проектов, в которых есть остаток. Ну, например, надо было купить коляску за 1500 евро, а у нас дали скидку, и мы купили за 1400, да, 100 евро осталось, этому человеку мы предложили, которому мы собирали, может, вам надо лекарства купить на эти 100 евро, если он отказывается, то эти целевые 100 евро, ну, как бы ждет очень другому человеку. Похожему, да. Потому что у нас в конце года всегда надо давать отчет налоговой инспекции, и там есть вот эти целевые пожертвования отдельно от других пожертвований, и мы должны отчитываться, что мы с ними сделали. И это как бы одно наше, да, что мы так работаем, и другое государство тоже следит, чтобы благотворительные организации, ну, все целевые пожертвования, ну, используя на эту цель. А у вас, когда человек просит помощи за эту ТЛВ, приходит, есть ли у вас какой-то нижний порог, сколько денег нужно просить? Потому что, ну, для кого-то, скажем, может быть и 100 евро – это неподъемная сумма, какие-то лекарства или там даже 50. Есть ли у вас такое, что, ну, все-таки там совсем маленькие суммы вы не собираете? Нет, мы собираем и даже маленькие суммы, но если вот человек, который был инвалидом с детства, у него пенсия 80 евро, конечно, у него 8 евро тоже деньги, да. И, ну, как правило, люди к нам обращаются, когда уже сумма такая за 100, 200 или 1000 евро. Такие маленькие суммы, ну, как бы в последнее время, ну, очень редко спрашивают, да. Если вот вначале вы спросили, как сравнить с прошлым, да, то, например, во время кризиса в 2009 году, да, тогда было, вот, мама приходила, чтобы купить вот лекарства от температуры, там 4 евро, да, не было. А сейчас уже, как бы, ситуация получше, да, и спрашивают на такие большие, да. Ну, например, вот что мне очень больно, что у нас, например, если человек болеет, ну, онкологией, да, и государство не оплачивает государство, лекарство только дает, как бы, софинансирование. Например, лекарство стоит 100 тысяч евро, а государство дает 14 тысяч. Вот где достать 80 с чем-то тысяч? Ну, это, я думаю, неправильно, что вот такие деньги человек сам должен заплатить за свои лечения. Ну, лучше же хоть что-то, чем ничего. Ну, 14 тысяч вы не можете сразу потратить, это на весь год, каждый месяц, там, тысяча с чем-то, да. Эта система неправильная, и вот это софинансирование очень-очень низкое. Я надеюсь, что вот через 2-3 года это пересмотреть, потому что, ну, это тоже, ну, молодой человек, 24 года, да, и у него, вот, да, у вас есть шанс жить уже 5 или 10 лет, но рецепт на 70 тысяч евро, ну, это я не знаю, кто может оплатить, да, это как бы вот, а что делать, да, знать, что есть, вот, что и родителям делать, да, ну, тогда они обращаются к нам, ну, это трудно собрать такие большие деньги, это нелегко. Ну, это вот как раз тот момент, вот, вы говорите, что, конечно, в политику выйти не хотите, но ведь это как раз тот момент, который, ну, хотя бы снаружи надо как-то дать политикам понять какой-то партии, или просто всем выступить с этим, может быть, они больше внимания этому вопросу обратили. Ну, мы этим тоже занимаемся, мы пишем письма, или когда встречаемся в каких-то конференциях, я всегда об этом говорю. Ну, у них всегда один вариант, идите в политику и сделайте, да, ну, я не могу же вам сказать, у вас болит зуб, сделайте сам себе, да, вот там, анестезия, ну, потому и кто-то решил идти в политику и это делать, это их работа, это, ну, да, ну, моя работа, да, благотворительная организация. Ну, да, но в том плане, то есть такого как бы, ну, не то, что диалога, но к вашим предложениям не прислушиваются, получается, да? Ну, если я не знаю размер бюджета, тогда очень легко мне сказать, денег нету, да, ну... Ну, это какой ответ, очень частый? Да, это самый частый, самый, как бы, ответ самый, ну, что я слышу всегда, что денег нету. Ну, я думаю, что если мы маленькая страна и людей у нас мало, и если вот, ну, планировать лучше, да, мы могли бы найти еще ресурсы, потому что я вижу, что вот те люди, которые обращаются к нам, они, например, сделали магнит, ну, из Маклаймс расследования, да, например, в Тукумсе, потом они приехали в Ригу, они сначала опять делают те же самые расследования, потому что вот Страден или Галлизерс, ну, не верят тем расследованиям, которые в региональных больницах сделаны. Ну, тогда, ну, а государство оплачивает дважды, да, в Тукумсе, в Риге, ну, вот такие всякие, конечно, у меня там, может быть, небольшие суммы, да, там, 100 евро, ну, они же собираются, да, так что я надеюсь, что мы повесим, ну, бюджет здравоохранения, но при том надо сделать очень большие реформы и большие, как бы, посмотреть, что там, касселация тем ведера. Что, ну, дословно, что у мешки в животике, но в том плане, что, как именно расходуются эти средства, имеете в виду. Да, именно так, именно так. Интересно, я такого выражения раньше не слышал. Наш эфир уже понемногу подходит к концу, и, может быть, уже напоследок вы можете что-то сказать нашим слушателям относительно благотворительности и скорого Рождества. Да, но если вы хотите сделать какую-то хорошую работу накануне вот этого года, тогда зайти на портал Z.LV и прочитать, какие нужды у наших людей в Латвии. И, может, небольшую сумму, но всё-таки сделать пережертвование. Потому что просить о помощи очень трудно, но помочь – это легко. Спасибо. У нас в гостях был руководитель благотворительного фонда Z.LV. Меня зовут Артём Липин, звукорежиссёр Евгений Копеин. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...